Позиция не ясна, но ориентировочно это позиция оффлейн номер 3, герой для Хизу, Чен Саппорт Лесник, Батрайдер Соломит, ожидаем появления еще саппорта, няньки для Эры, ну и героя Мэйкери для Эры. Да, опять же, с тех самых трех героев взяли ПР, мы помним уж, что с ними случилось, когда Дума с Флейна прогнали, он пошел в леса, там уж и Чен Батрайдер, фарма не хватало, они прям очень были зажаты. Ленау Диггити решили просто показать, как, видимо, нужно использовать эту стратегию, как она, по идее, должна работать. Не знаю, Синдерен, пока героя всех повторяет, мы взяли Фейс Лес Войт и ПР, снова будут пытаться играть через него. Вот, да, Фейс Лес Войт, все это было в той карте. Прям какой-то рекаст. Получается, потому что герои одни и те же практически все, не считая, опять же, Дума появляется у нас на этой карте. Ну и ноут, держите. Теперь герои на легкую линию, их будет два. Кого возьмет Эра под себя, потому что нет Роксы, ее мы уже не увидим точно, решили ПР, рисковать ее забанили, потому что Рокса была в палец не только потому, что она демо уже много уносила, а потому что имелся сайланс. И Войт врывает, сказал бы, все, ставлю хроносферу, но там имеется небольшая задержка, и Гаст летает в Войду в лицо. И Войт ничего не делает. Кот вроде хорошо прыгнул, хорошо максоницирует, но сайланса, извини, отказано. Надо отходить. Да, так не работало. Ну что ж, Синдерен, будет ли повторять еще пик первой карты? Кто там еще был, помимо Чета, Бэтрайдера и Тома? Первой карты. Винга была у на Удиджете, ну и вот ее тоже не буду брать. А, уже нет. Да, еще кто. Кто стоял на легкой? Дрорейнджер. Дрорейнджер тоже не будет. Ну ладно, а я на Талкер был. Так, на Талкер еще был. Посмотрим, мечток, которые пока забирают на Удиджете. Это второй субборт. Ну, соответственно, ноуфлейн, Бэтрайдер, соответственно, мид, опять-таки, от Койквы. Все предельно ясно для ЭРР, герой остался. Так, ну и вопрос, что будут брать ПР теперь. Есть ОД, есть Фесслос Войд, можно взять героя в мид, поактивнее, чтобы ОД не стоял против Бэтрайда. Хотя, опять же, Койка, по-моему, все равно противникового он стоит. Он у нас в линии выигрывает свои, каким-то невероятным образом в Солусе делает фраги. Мирана, слушай, и решили ПР поиграть, так как играли. Но Диггити в первой карте. Тоже пострелять под Астралы, по Комбине немного. Довольно сильные у них субпорты получаются. Причем, что самое главное, они абсолютно не жадные, что Венжи Фул Спирит, что Мирана. Они вот прям с первого левела могут идти и каткать. Это хороший вариант, и, скорее всего, мы здесь увидим Мирану, который будет бегать в чужих лицах в поисках Чена, который истребляет или сам Сумонов Чена. Фардит будет давать Вижн, давать Спейс. В общем, выбор интересный, и самое главное, что выбор активный, они закрываются в какой-то фарм ПР. Очень важно. Ну, это выбор, по сути, идентичный. В первой карте была Мирана против Чена. Правда, Мирана была у команды на Удиджите. И была Мирана плюс Венгар. Пачки саппортов. Поэтому ПР отчасти пик противника ворует. И также у на Удиджите на первой карте был и Девавр. То есть три героя. Это герои на Удиджите на первой карте. Тогда они победили. Тогда было все очень просто. Ну и тогда была алхимикная позиция моей кэрии. А тут я пока не знаю, кого ПР возьмут. Будут ли это мид герои, либо все-таки возьмут еще какой-то кэри. Как ты думаешь? Куда Девавр пойдет по итогу? А, я не знаю. Райс уверенно себя чувствует над Вол Деваврю против кое-кво на Бэтрайдере. Ну, вот это вопрос хороший, да. И имеется, кстати, Свен. Как у тебя здесь вообще? Для Новодиджити, я имею в виду, разумеется. Вот Виджи Доктор, какая-то дабл-линия. Банец и Вивер. Потом, конечно, в более поздней стадии выглядит вообще все круто. Бэтрайдер закрывает одного, Дум второго, Свен нарезает. Вау, четко там, все летает, все здорово. А вот как будем действовать, если на стадии лейнинга будет тяжело? Ну вот начнут ПР и сейчас нон-стоп кангать. В итоге фарм нужен Свену, с фарм нужен Бэтрайдеру. Опять-таки лес. Чен там занят. Еще и Дум, которого могут со сложной линией очень быстро прогнать. Ну все это жадновато просто. Я понимаю, что Дикити, исполняя великолепно и стадию лейнинга, и мидгейм, они могут себе позволить взять любой пик, да, потому что пока пейеры с ними не справляются. Но все же, вот если убрать какие-то тейки, убрать какие-то названия, никнеймы, то вот взяв сейчас Свена, просто очень жадный пик сделает. Дополнительное время. Тоже появится вопрос, может быть какой-то Джиггернаут имеется в наличии, под Вич-Доктором мы видели страты, плюс-всема Джиггернаут может раскрутиться, станции выйдет и Винги, и Мираны, то есть будет довольно оживучий, но возьмут ли его? А Сларк же есть, да? Сларк имеется всегда, он опять же неплох. И Лассо там Сларк помогает, и Вич-Доктор каски дал, Сларк тоже неплох. Ну Сларк просто, ой, ЦК взяли. О, это тоже герой очень нежадный, все, что ему надо, это купить барабан, и он уже боец. Боец, коих еще найти таких надо. Хороший выбор, так, ну есть с чем, в принципе, есть с иллюзиями, это от World of Wars, пока бы он может через Аркейн Нор пропивать их. Может быть взять что-то еще? Кто-нибудь еще получше, покруче. Ну а кого? Был бы Леон, было бы круто. А, ну тут Майнкерри, ру. Либо Майнкерри, либо, ну может быть. Как тебе, если взять Леона, это такая 3-пласса керри в Эджпулспире. Леона нет, к сожалению. Было бы круто, Леона нет. Ну, а кто еще у нас? Ну, я не знаю, какой-нибудь, какой-нибудь контраст, может. Ну, я не думаю, что сейчас Пэра будет экспериментировать, надо что-то брать надежное, но, ну, держите, опять же, очень плотный пик. Вич-Доктор вместе с Хаус Найтом, Вич-Доктор Вуду Рестерейшн, Хаус Найт сам по себе плотный. Пэра надо что-то придумать. Какой-то жесткий персонаж, который должен все это убивать. И который не должен бояться ни Лассо, ни Ультимейта Дума, таких мало. Вообще, я за то, чтобы они взяли какую-нибудь действительно жесткую 3-плу в Хард. Ну, а что, если у вас 2-0 нечего терять, погнали к набить ЦК на линии. Ну, то есть, Чен Лесной, там Дабла, мы втроем можем убивать, у нас куча станов. Вот, Свен, хорош. Свен хорош по причине того, что Хаус Найт с своими людьми будет. Свен сразу, плюс ко всему, если Свен нажимает свой Ультимейт и Варкрай, то от Дума уже, ну, наплевать Свену. И плюс ко всему Вич-Доктор. Контриться, вот эта кнопка Варкрай. Это Свард уже бить не будет, так что. Неплохо, и было бы неплохо увидеть и правда вот эту вот линию на оффлейне. Мирана, Свен и Винга. Это линия, которая гнобит Хаус Найта, и которая в этом еще и убивает. И Хаус Найта, и Вич-Доктор, и всю компанию, которая туда придет. Вообще, неважно кто. Слушай, вот такая вот очень интересная статистика заехала от нашего статсмена. Оказывается, что в всех финальных матчах ребята из NoTicket старались брать себе в сторону. И эта сторона не дайр, как это, ну, многие там. Осталось 10 секунд. Она уверена, что дайр берешь, и у тебя больше шансов убедить пашан ближе. Нет, они берут себе рейдинг. И, внимание, из 26 игр, ну, дик... 13. Рейд 6,5% за сторону рейдинга. Ну да, это очень... Такое интересное. Вот это да. Вот это Синдорен что-то знает про сторону рейдинга. Вот это вот он умеет исполнять. Ну да. Это очень интересно. Спасибо статсмену. Действительно информация для размышления. Ну, просто к чему мы это ведем? К тому, что очень многие жалуются, что сторона дайр не сбалансирована, что ей проще всего, потому что рошпит рядом, что там передвигаться круче, как-то и так далее, и так далее, и так далее, бла-бла-бла. И доказывает, что это не так, что рейдинты при грамотном использовании круче смотрятся. Так, ну ладно. Пока у нас ПРы забегают в чужие леса, быстрее когда-нибудь пройдемся по составам. Goddamn нас в Вене, Rise not fall devoury, G4 сзади на Миране, Чужеский код между ними на Фейслос Войте, и Пигном замыкает у нас эту пятерку на Vengeful Spirit. Так, ну и Синдоренович Док 3, Койко на Батрайдере, Ябзор на Чене, Эра на Холст Найти, Кизы на Думе, находят Ябзора, есть ста, ну и тут привет, Чен, и до свидания. Опять же, ФБ за команда ПР. Напомню, что ФРы на прошлой карте сделали ФБ, забрали две руны баунти, то есть начало было просто шикарное, но, как видите, это особо не влияет на исход игры в дальнейшем. Да, есть буст, но ФБ это не такой колоссальный буст, при котором команда начинает вести на огромные цифры. И по опыту по золоту, там преимущество незначительное. Но ФБ есть, и все-таки идет Goddamn, G4 и Бигном на топ-линию. Решили не делать какую-то агрессивную. Дриплу, да и Койко, смотри, пока что находится внизу. Слушай, да, это Койко внизу, и это Дабл Мид Хаус Найт плюс Вич Доктор. Это очень интересно, при том закупы Сандерена крайне агрессивные. Это Нул Талисман 4 Танга. Это 65 дэмэджа с руки от Вич Доктора. Команда ПР сейчас немножечко удивится. Немножечко это мягко сказано, потому что по линиям на удвижитель смотрится шикарно. Я не знаю, как будет стоять Девауэр тут, но прикольно, очень прикольно, очень необычно. Как это все будет исполняться? Вот он рифт, вот они каски, Эрайз, ой-ой-ой, Эрайз. Как же будет трудно. Ставится пауза, Эрайз, нужно просто сесть, подумать, взять водички, может что-то и покрепче, выпить и понять, что... Что здесь будет происходить немыслимо. Притом Мирана, как она будет помогать, я не знаю. Как она может помогать, мешать фармить Вич Доктору и Хаус Найту. Это гениально. Это реально гениально. И внизу Койко будет стоять и фармить. Против Чешира шикарно. Любой милишник против Патрайдера страдает. Будет Свен, Будет Войт, они страдают. И Койко внизу фармит. На топ-линии, ну, Дум будет терпеть. Объективно здесь надо будет стоять аккуратно. Не все так плохо, на самом деле. Все же надо понимать, что Вич Доктор и ЦК это не Висп ЦК. И, ну, как бы тут такого сильного бафа на ЦК не будет. То есть при грамотном подходе сюда Мирана и Венжевл Спирит, какой-то стреле 5-секундный Вич Доктора, там, даже 4-секундный, и Райз просто расстреляет и убьет. То есть, конечно, очень рискованно, и очень нагло сыграли на Диггите. Но и пока, если будет стоять эти Райз, они действительно будут его подгнабливать. То есть, эти Райз немножко посетовал на то, что слишком много отскоков было от кассок этого фултваура. Ну, такое. Так вот, если будут грамотно суппорты подключаться, то это, в принципе, даблу можно загнабить. Естественно, что Райзу здесь нужна помощь, немножко меняется геймплей у ребят СПР. Но, в целом, все ок. И, ну, не сказал бы я, что Чешеский Кот там, когда купит стики, прямо совсем сильно будет проседать. То есть, таймболк всегда у него есть. Он выюзает кучу тангусиков. Как минимум, экспириенсу здесь будет получать. Ну, и умирать, конечно же, он не должен. Несмотря на то, что Койко очень жесткий. То есть, в целом, конечно, неприятно. И, конечно, довольно весело поставили свои линии на Диггите. Но держаться можно. Можно, можно как-то стоять на этой линии. Можно даже не фейзить. Можно даже пытаться убивать. Все в руках, опять же, Power Rangers. Да, ну, единственная беда, что Деварсик на центре будут пармить. Ну, вот выдвигается Мирана. Будут пытаться как-то выходить, убивать. Но Эра, попробуй убей. У него там 600 кп, 4 армора, не убей. Тьфич-доктор, каски моментально даст и будет ответка. И вот это, пока еще на Талисмана в придаче, это вообще шикарная мысль. Сам Дакцер Синдерен больно бьет. Посмотри, там урона на уровне Бэйна. Если он спален какой-то Кристал Мейден, который там 40 урона, то тут, конечно, немыслимая цифра. Подхил, конечно, меньше взял. Но, тем не менее, надо вард разбить. Вот, что нужно сделать с Бэром в первую очередь. Вот вардет Скайграунда уничтожить. Сентриков пока мы не видим. Но, естественно, пока Сентриков нет, конечно, о Стреле какой-то можно просто забыть. Джеймса будет просто-напросто видно. Да, это пока контролирует руны. Райт забирает себе Хейст на топе, снизу в Баунтируну. Он забирает себе Ябзор. Ябзор доволен. У него есть Сапог, теперь есть Смог. Ну, сейчас можно поактивнее каких-то Суммонов взять и побегать немного. Мочь. Может быть на центральном коридоре, может быть снизу. Так, что у нас там у Кота снизу? У Кота 4 на 1, Койку 11 на 2. Ну, очевидно, конечно, Койку будет лучше фармить, однако линия пропушилась. А это значит, что очередский Кот под своим тавером будет крипов забирать немного. Ну, здесь что важно. Понятное дело, что Койке помешать нафармить себе на фастблинк никто не сможет, а вот Кот сможет получить себе экспун на 6 уровень довольно рано и сможет пытаться хроносферы свои реализовывать. В прошлой карте мы видели довольно неплохие хроны. Сначала, опять же, когда он приходил и помогал на топ. Здесь тоже самое можно сделать на мид и на топе топ. Поглядим. Видим, что Годема пока особо никто не нужен, то, чтобы фармить крипов. Дума отзонить здесь вингой не получится, поэтому винга занята тем, что делает какие-то отводы. В этом случае пытается фармить лес, есть уже левел 3. Пора, по-моему, комбинировать свои асты с мираной и бегать, может, проканговать, где-то. Под вардом есть противника, это единственная проблема. В итоге в рейп есть Атере, приходит сюда Ичен, есть стрела, наверное, она слишком короткая и по итогу сейчас, походу, погибает АРАЙС, АРАЙС, да, слишком много дэмэджа объедает, пытается жить, но есть фраг для команды на ОДИДЖИТИ. Отличный выход от Ябзора, но вот этот вард, он пока что МВП данного матча. Но, по крайней мере, стадии эрлигейма за счет этого варда Джейфо бесполезен. Он может фармить леса, но не более того, не может выйти миддл, его видят, он не может нормально стрельнуть, его видят. Проблема, проблема огромная, надо его сбивать, надо купить какие-то сентри, иначе, ну, и да, эра, прыгнул. Просто крипочек одного золотхи здесь с помощью рифта, неплохо сыграно. Ну, он есть, да, может себе позволить. Ну, да, действительно, вот потом, конечно, когда повтор будут смотреть ПР, они увидят, что этот вард стоял здесь, стоит до сих пор, и очень много вижен дает. Тут уже будет постпакт, здесь нужно сейчас сообразить. Близко всего, видим, что на топруну тоже довольно серьезно палец, тут же стоит опс, видно венгу, например. Труну саму не видно, тем не менее, смещение суппортов, они наблюдаются. Ну, вот, например, сейчас знает ум, что в спину заходит Бигнум. Сюда уже протянулся Чен, поставили сентрить. На центре есть проблема у Вич-Доктора, пошла стрела, отлично, стрел залетает Синдрен, и Синдрен должны убивать. Отличное исполнение от Джейпо. Только-только ушел Холоснайт, и моментально есть фраг для команды ПР. Ну, вот, ноудиджити написали даже в чате, что у нас нет времени, давайте отжимать паузу. Годем на топе, как бы не встрял. Неужели настолько уверенные ноудиджити? Забавно. Слушай, а сейчас Хизу идет и убивать может. Ну, там Варкрай висит, не хватило дэмэджа. Шокуэйв полетел, как же близко, остается буквально снились пять хп, Шокуэйв-то попал. Ровненько, куда надо, и вот эти два крипа гоняют двух саппортов и Джейпо и Бигнум, да и Годем оставляют без хп. Танга много, надо отхиливаться. Хизу просто, не только не тот суммон, чтобы убивать. Ушел не того крипочка. Конечно, много-то всяких там защитных таких свойств, нападающих, может быть, волка какого-то можно было, еще что-то. Там Свенга, наверное, пострадал. Но в целом все обошлось, счет пока 2-1, Пээр немного впереди. Давайте посмотрим, что у нас снизу происходит. Здесь вот у кота уже почти шестой. Потому что шестой чуть пораньше получил. Ну все, то есть появляем шестого уровня, здесь можно кое-куда оставить спокойно на легкой линии, он здесь все равно купит себе свой блинтагер, ему ничего не сделать. Но вот кота уже может перетянуться через ТФ и попытаться кого-то загангнуть. Опять же, хочется выйти в мид. Мы уже видели, что если ЦК или Печеток туда-то уходит, здесь начинаются большие трудности. ИПРы могут убивать через Астралу, через Стрелу. От появления в хроносферы можно будет даже двоих пытаться убить. Райзер левел 5-й, скоро получится в Санте Эклипс, будет тоже полезнее. Но пока все находятся на своих местах, никуда туда не дергается. Вот только G-Fob поставил обсервер. Захватил чужие леса. Купил себе кстати Аркан Буцис. С МП проблем нет. Можно бесконечно расстреливать стрелы. Левый направо. Да, и контроль Трун уже хочется. Труну взять бы, по типу Инвиза было бы очень полезно. С ней бы выйти на какой-нибудь из линий. Ого, га, типа убиваются. Заметься, реально, после Гай ДНС количество Миранов проигр увеличивается. Это, как... Мы уж связаны все-таки или нет? Такая вот закономерность забавная. Я так скажу, что ноу-тикети еще там 2-3 дня назад брали эту самую Мирану против Fantastic Five на ESL и так далее. Они часто юзали. Вот то, что ПР взяли Мирану, может быть, немного новость, что G4, я не помню, когда в последний раз он на эту Мирану катал. Но, тем не менее, опять же, эта комбинация у нас же старая избита Old Devour. Боже, вот. Если Мирану с последним временем появляется, то только СОТ. Потому что так можно очень просто выигрывать линии. Ну, да, да. В Америке часто юзали Сэмбер Спирита самого. Ну, в принципе, герой-то полезный, правда. Ну, и пока что от Мираны польза есть. Третий уровень. 1-0. 1. Не фидит, фармит. Ну, вот игра у нас немножко приостановилась. На центре Эра вместе с Индреном перестали убивать, начали просто фармить. Да, и Мирану пока что не может найти позицию, дабы стрельнуть хорошенько. Внизу ставили кота. Фармить, но Батрайдер свое дело знает. 50 крипов, Арканы, Базила, левел 8. У Койко делает также еще себе и стаки. Койко, это Батрайдер и просто шикарный. Арканы, я тут посмотрел внезапно Арканы. Он может как-нибудь их разберет и, не знаю, купит себе Линзу, потому что других вариантов не вижу, зачем тогда Арканы. Купить Линзу можно будет. В принципе, неплохо, да, брейндж на Лассо был повыше. Итак, Атак, Арканы, а зачем они больше не нужны? Хорошо, зато на базу не надо будет идти, МП не закончится, можно на 100 патрики напалм кидать. Ну, Блинк Даггер появится, может быть, он просто не хотел слишком рано, потому что команда не готова этот Блинк еще и поддерживать каким-то образом, то есть Лассо там, чтобы убивать. Может быть, дает возможность еще своим тиммейтам подфармить и сам тоже Блинк вынеси чуть позже. Ну, не знаю, такое интересное решение от Койко-Койко. Безусловно, очень опытный игрок, тем более на Патрайдер, это один из сигнатурных его героев. Он знает, что нужно делать. А по на остальных линиях пока все спокойно, в прочем, ничего не происходит. G4 у нас перестал давать стрелы. Важную силу тимы, наверное. Вот, Типов пока подфармивать стоит все же со стрелами этими. Дэм сместится в леса, вот теперь тоже очень важный момент. Крип уже пошел делать стаки на эншентах. Вижена здесь нет на двигателе. Спаун-блочи они тоже не стали. Важно. Потому что, спян через... Отпускают, отпускают свою на ПК фармить, это не есть. Хорошо, конечно. Но, с другой стороны, имеется неприятное... неприятный герой-то воет. Если воет поставить в плохую трансферу, то будет беда. Но и вот выход, слушай, там Чен вместе, Кхиза имеется ультимейт у Дума и Годэм, как бы тут не встрять, стаки есть. И Кхиза вместе с Ябзором немножечко не туда и дают Годэмо пофармить. Тут были стаки, хоть и немного, но они все-таки были. Только саппорты выходят... Саппорт вместе с флейнером выходит на мидл, не найдя Годэмо. Неприятно. Ну, попытается, видимо, тавер запушить, да? Все-таки, огромное количество сомонов. Да, рядом поддержит. Брейсер купил себе. Рестарейшн, действительно говоря, нет, что могло бы помочь. Все-таки такой довольно агрессивный Синдорен. И по своему айтам билду, и по скилл билду мы видим, что он готов просто-напросто убивать людей. Что, штабор падает, стягивают сюда, ребята, СПР. Свен готов Мирана тоже. Здесь также Венжи Фол Спирит, Фол Дуару идет кого-то зацепить. В Астрал, чтобы синициировать замес. Ну, и в итоге синициировал он просто в одного суммона. Это не то, что нужно. И разбегаются благополучно. Ну, отдэфил, отдэфил, что самое главное. Все-таки, предполнимало персонажей, готовые пушить, ну, и отдэфили и Пэррэд, остановили пуш. Пока что в Саван Фармисе замечательно. Гудема дают спейс. Но при этом Койкова до сих пор имеет крипстат выше. Это блинк Арканы на девятой минуте. Вот это Койкова вышел. Вот это Койкова вышел с линии. Сейчас надо куда-то лететь. Там уже выходит Хаус Найт. Если подцепит лассо того же самого кота, то кот даже своим таймволком либо Хрансфера не спасет свою жизнь. Так что ждем инициации от Койковы. Надо убивать. Так, ну, вроде как фидит Койкова, да, и спрятался. Кот сейчас там крипа добивает. И вроде как почувствовал чеширский код, что что-то здесь неладное. Что как-то Батрайдер слишком долго фармил на блинк, и скорее всего этот блинк уже есть. А пойду-ка я лучше куда-то в другие места искать свое счастье. Биллинг Блэйд у него есть и спокойно зафармивает здесь лес. Пока все четко. Давайте посмотрим, когда же удастся Койкове первый раз реализовать свой блинк Тагер. Можно, кстати говоря, вынудить вернуться сюда ПР, если наметится пушить. Потянется ЦК, например, тот же самый Печток, еще кто-то. Возвращается Кот. Кот прячется за деревцем. Его здесь не видно. Рядывает. Койков опять же на исходной позиции и уже очень долго здесь выжидает. Главное, чтоб ждал он с пользой. Ну да, пока бездействует, Койкова полтора минуты уже не фармит, поэтому надо либо куда-то перетягиваться на мидл, на топ, либо уже начинать фармить дальше. Потому что ты стоишь, ты не фармишь, это не есть хорошо. Кстати, один ЭРО стоит и подтягивается. С удовольствием потихоньку уже ИФО, имеется хроносфера, можно будет по хроносферу выдать стрелу по ЭРО. Поэтому ЭРО надо будет тоже поаккуратнее. Когда он один, он уязвим. Там только ультимейт. Ультимейта-то нет, просто станы, только риф. Все. Да, пока все, в принципе, неплохо складывается по Рейнджерам. То есть, скоро герои фармятся, он вообще вышел на верхнюю строчку, причем не забываем про его золотовалютный запас вот этот вот в виде Энджетов. Он сможет обязательно прийти и все это забрать к себе. Не торопится. Ну, пока, правда, и в архайд только три очки. Хочется все-таки четвертый иметь. И в Митинге, он попытался зацепить АРАЙЗ, залетел в Трилла, не поможет, но Астрал успевает дать от Пол Девауэр, спрашивает для этого уложить. Большой вопрос. В Зарен стриет тем временем, Райзис погибает, Готэм, шо со стороны, Готэм встревает, хроносфера ставит, но Готэм горит. Да ладно. Горит в прямом опережке. Как-то взрывает. Игнать, Игнать надо. Хиза, Метис Койква, J4, уже ВСЕ 2 стака, но Биггнама отпустят. Да, отпускают двух персонажей, но тут еще повезло, что ПРМ только двух героев потеряли. Как же Чехжерский код здесь отвратительно хроносферу поставил. Я понимаю, что он хотел спасти. Я понимаю, что он хотел как-то побольше людей на крытие. В итоге Свен сгорел на работе. Я не знаю, что сейчас такого сказал Котэм Кату, но явно малоприятного, потому что Свен подтянулся после такого замечательного фарма. Он был топ-1 по Натворсу. Он пришел убивать людей. Получил смерть. Тут Сориан. Он говорит, Сориан, извини, но бывает, пытался заставить, не получилось, поэтому да. Неудачный файл для ПР. Башню потеряли, героев потеряли, но надо фармить дальше. Свену может все-таки стоит опять же уйти просто фарм, никуда пока не вылазить. Фармить, фармить. Я себе Сенжиеша только потом уже вместе с Блинком статся действовать. Надо зафармить стаки, больше делать их не получится. Получится с трудом. Уже не получается. Иди зафарми. И фармить. Фарми, сделай стаки по новой. Мы это уже проходили много раз, когда ты стоишь 10 минут не фармишь их. Иди зафарми. И ватнон год. ГДС сейчас откатится, и можно зафармить. Тиммейты рядом, чтобы экспы тоже получать. Читает пробивать, игнорируют пока этот момент на Диггете. Ну и более того, они просто не видели. Парты на другом месте стоят. Ну и задача, видимо, другая. Все же пытаться запушить Родин Тауэр снизу. Видим, что ЦК пытается выфармить армлет. Прилетает Баклер. Я обзору. Скоро будет Мега. Райс. Райс. Как-то верит в себя. Слишком мог бы с удовольствием развернуться назад и убить его по дабл-дамеджам. Спалну с ваерфлайем, но решил пожалеть Райса. Райс как-то один тут шел как будто тут с поддержкой всей команды. И внизу смотрим. Кот. Нет еще ультимейта. Там, смотри, перетягивается Батрайтер. И Батрайтер сейчас будет инициировать. От Волду Вауэр так не реагирует пока. То есть у него есть ТП-шка, он сможет прийти. Но Койко-то будет быстрее. Койко-то сейчас уже ворвется. Эре. Сорвался Реальти Рифт. И стан там был. Все, абсолютно, да, убрали. Койко-ква. Койко-ква сбоку уже залетает. Койко-ква никого не видит. Видит Бойда. Видит Бойда. Будет ли в наглую залетать? Туман войны. Бойда накрыл. Бойда уже спятался в кустах. Койко-ква видит, видит. Да, врывает, дает лассо. Нужно пытаться запокусить. Вон Лайт Шаду. Двухсекундный стан. Реалити Рифт. Кот. Сва, будет его Бигдум. Кот. Да ладно, будет ли жить? Каски отлетают. Бигдум страдает. Бигдум упадет. Каски слишком много, конечно, делают. Каски отлетают, здесь падает. Кипец усвоит. Минус 2 и Амперы здесь опять провалились. Да, два героя погибает вместо одного Байда. Ну, пыталась Финга совить, не получилось. Поток от минус 2. Тащен ультимейт у Мираны. Свен ультимейт появляется, но Гудем будет максимум, что делать. Так это разменивать Тир-1 на Тир-2. Ну и Ну, движите, снова давит. Снова давит, снова не оставляет шанс со своем оппонента. 5-2. Надежда на Свена. Вот реально на Гудема надежда огромная. Есть телепорт от Думрингера и даже Тауэр здесь не может Гудем забрать. Не получается. Извини, Гудем. Свену, конечно, еще очень много времени нужно, чтобы быть сильным, плотным. Купил себе пока только яш. Нужен Блинк и БКБ. До тех пор, конечно, в драку лучше не соваться. Потому что подострянешь, опять под фарфайм погибешь. Я обзор наглую, делал тэп аут и опять же, удалось им это сделать. Ну, конечно, и нау-диггет, соответственно, обратная задача. Если у Свену нужно фармить, значит, задача нау-диггет и не дать ему фармить. Преимущество растет, артефакты собираются, скоро у Чена уже будет мека, оно уже летит к нему. Ну и, в принципе, можно зажимать оппонента. Да, но опять же, нау-диггете отыгрывают так, что все грамотно, все четко. А у туперов как-то возникают какие-то пробелы в определенных моментах. Кто там хрансферу не получается поставить, то там Свен идет воевать там, где не нужно воевать. И Мирана бегает 1-0-1, то есть уже Мирана минут 10 не вносит никакого импакта. Максимум, что делает, это убивает крипов Чена. Джефу не стреляет, никого не попадает, просто он есть на карте и все. Ну и нажимает моллайт. Но при этом мекку скоро купит. Это есть плюс. Помнишь, матч был, когда мы вчера или после вчера комментили, когда я говорил, что Мирана актуально что-то стреля, одна стрела, которая зарешает. И тогда так и было, потому что Мирана тогда в той карте, она по инвокеру стрелу 4-секундную в важнейшем файте дала и они выиграли. Так что Джефу, может быть, сейчас даунью не все получается, но потом какая-то стрела 5 секунд, она может, защите может зарешать. Мы, во всяком случае, в это верим. Внезапно опять-таки ПР заходит на Рошан. Уже такое было изображено в предыдущей карте, мы помним, когда все было хорошо на утикете, но Рошана не отдали. Уже, может быть, успеет, но утикет, они уже сюда выходят, имеется к Хизу, побежал, Рошан на 3000 хп, близко к Хизу, Смоук, вышел, Рошан падает, выходит сюда и Синдерэн, и надо, можно врываться, убивать, можно убивать Хизу. Ну там Джефу проигнул, Лип в смерть практически, но Монлайн Шаттал, это спасает. А к Хизу живет, что самое интересное, к Хизу уходит в Лаван Стеросфера, только надо у Хизу, зачем? Для чего? Кто будет бить, кроме тебя, в эту хроносферу? Кого ж ты ставишь, Хрона? В Думе находится Девавер весь, подцепили у Годема. Годем под Моллайтом, Моллай заканчивается, у Годема свапнули. Мы убили у кого Аегису, Аегису Девавера, у Годема, Аегиса нет, Бигнум так же подставляется. Полный провал, провалич от команды ПР. Совершенно непонятно файт, убивает также здесь еще и Мирану, и пытаются уйти, Бигнум, Бигнум, Хизу погоню, и Теп-Аут, Хизу заметит, заметил, телепорт бьет и, ну, у меня нет слов, я промолчу, говори. Ну, плохая драка, что НПР, во всяком случае, попытались, то есть, сюда было быстро забавить Рошадное уйти, но Дикетти смогли подойти. Ну, причем даже, зная, что противника стеки все равно вступили в бой. Неудачно вышло Мирана, понятное дело, что Годем без БКБ здесь ничего не может сделать, его просто кайтить через Лассои, через Firefly убивают. Ну, тяжело, просто очень тяжело поэрдраться тогда, когда у противника есть Мекан, нужно, когда есть подсилчена, когда есть Дум, раскачанный с барабанами, когда барабаны имеются также и у ЦК. Ну, то есть, не у ЦК, а у кого там еще барабаны, а Брейсер есть. Ну, в любом случае, слишком много артефактов, берегший фарм жучайший. Ну, да, ну, понимаешь, ставит, вводит хроносферу, находится доуар по Думу, он бить не может. С Твен, разумеется, тоже не может бить. Все, и только код, единственное, может наносить демод, а у кота, как мы знаем, 95 урона с руки. Это очень мало Дума, которая замакшена землей, в которой имеется Ice Armor от Огро, в которой имеются стихи, Транкфилла, но там слишком много армора, слишком много. Вспоминается сразу шанхайский мейджор с этими Войдами и Свенами. Это сочетание двух героев, которые вообще никак не сочетаются, и только у истинных профессиональных команд получается закрывать. Ну, Войд, для чего там брался в таких стратегиях? Не для того, чтобы Свен подходил и как-то бил, аккуратно с краю, а для того, чтобы просто сдерживать часть персонажей в драке, пока Свен будет убивать другую часть. И так должно, по идее, работать. Ну, а здесь действительно поставили только одну хроносферу на Тома, который уже дал свой ультимейт. Смысл от этого было не особо плохо. Да и тяжело, на самом деле от пол-двара хроносферу ведь тоже плохо пьет, у него рейндж-атаки большой. Да, там всем сложно, я и говорю, что это главная проблема, что хроносфера надо ставить настолько ювелирно. Надо быть ювелиром, чтобы это делать. Это не у всех получается. И Лост по этому поводу верил, когда брали и Свена, и Урсу всегда выходит так, как ты сказал, что там Войт ставит в одних, Свен бьет в других и так далее. Не всегда, далеко не всегда это выходит. Ну и J4. О, может. Ну, Хизу, Блинк Даггер, Транквилы, опять же, Айс Армор на всех ешит, шикарный крип, есть стрела, попадает под Кентавру. J4, конечно, крипов-то только ворует у Чена. Чен там уже недоволен и негодует сил. Короче, сейчас куплю себе Аканем, будет теншин, ты попробуй разбивать. Так, Готэм, опять-таки, врыв. Готэм подставляется под фарфлай, под насос, ЦК здесь, так, в трехсекундный прописывает, реальтирует он поджимает, пытается бигом спасти и свапнуть, хоть как-то падает уже Свен. Реакция хоть и была, но была немного заметна. Ну и слишком быстро убили этого самого Свена. Но вы его... Не дают ему комфортно фармить, не дают ничего покупать. Успел он, конечно, закупить себе Сенж, но на 12-й минуте иметь Сенжан Яши триминар, это маловато для Свена. И атака продолжается. Атака продолжается, только вот здесь под смоками, нашли Хизу, Дум, Талжо, Варайза. Шишки Кот просто уходит, есть Хармасфера, Интернал Блэйд, ЦК, ну, Шишки Кот, ну, мог же поставить трона. Ну, он уже насейвился, понимаешь, да, вот сейчас можно, сейчас можно, ну, а куда? Кот, ждем, код пока не прыгает в Стан, есть на Райза код, Хармасферу можно поставить. А как противник рядом с его тиммейтом? Противник рядом с его тиммейтом никак не поставить Хармасферу хорошую. Раскоставался у нас, конечно, от Фолдебауэр, но погиб и моментально Мека. Ну, знаешь, мне кажется, на Урзите уже отдают свои данные паспортные для билетов в Паску, что мне подсказывают. Уже кто-то занимается, менеджер занимается этими вопросами, потому что Пэрэ, ну, уже, как минимум, зажата на базе. А это 20-ая минута. И Свен, как мы понимаем, с Энжом, с Доминатором, с ПТ пока не может ничего делать. А, но Урзите заходит. Заходит на рампу. И что делать Пэрэм? Лучше, правда, что им сделать? Имеется Хармасфера, имеется Девауэр, ультимейт у него в кулдауне. Бить сложно. Не знаю, опять же, надежд мало, но Пэрэ играет до конца. Не нужно сдаваться. Вы все же имеете Свена. Если Свена нафармить, взять ему 6 лотов каким-то чудом, то шанс будет. Но надо терпеть. Нельзя сдаваться, нельзя фиддить. Надо тихонечко, спокойно играть. Не подставляться. Продолжать. Продолжать не надо. Писать гудгейм и все. И идти там играть в БТС. Европа. Это уже немножко не тот турнир. Мягко говоря. Да, понятное дело, что, конечно, важность этого матча, она зашкаливает. Он пока... Ну, просто, но Диггите показывает хорошую игру. Вот ничего. Не придраться. Просто не придраться. Какой-то бешеный Койко. Он как будто с цепи сорвался. Как будто ему кто-то не давали код катать. И тут он просто разошелся. В Койко тот игрок, который поиграл в огромное количество составов в 5 лет и... Ну, нигде ничего толком не выигрывал. А сейчас есть возможность. С новым коллективом просто... А ладно. Койко, конечно же, просто с зубами вгрызается в каждую карту. Понимаю, это видно. Иера тот же давно нигде не был, как с Натиков ушел. Ну, то есть, каждый из этих игроков мотивирован просто до нельзя. Каждому хочется показать себя. Особенно, конечно, доказательным Дорену, что аналитики могут быть профессиональными игроками. Дорен в этом плане красавчик. Да, ну что ж, смотрим, смотрим, смотрим. И 12-2 счет. У нас преимущество 12 тысяч, даже больше. Тикити. Состояние ужасное. Нетворцы тоже, конечно же, страдают. Один Свен там еще более-менее пытается держаться на плаву. Остальные, конечно, очень слабы. Но, тем не менее, фарм идет. И пытается Свен выформить себе какой-то БКП. С Moonlight Shadow юзает J4. Попытка отыскать и поймать. Вот, может быть, Койку подловить? Ну, я так скажу. 6-0-5 у парня, у него уже ПКП. 22-й минуте. У Света нет. ПКП, Арканы, Blink, Forstuff. Также Койку отыгрывают. Ну, как минимум, вот этот парень заслужил поиску на лан. Вот он. Потом мы смотрим каждую карту. Не важно, на каком персонаже Койку отыгрывает на очень высоком уровне. Да и, казалось бы, стак собрана за месяц. Один месяц. Один месяц, но команда выглядит намного увереннее, чем большинство коллективов, которые на этой квалификации были. Так, ничего не получилось. Здесь все у ПР. Эра покупается битевременем Яшу. Будет делать манта стайл. Не торопится при этом, но держит все под контролем вроде как. В принципе, все устраивает. Единственное, что, возможно, хочется дождаться, когда у Ябзора появится гоним. Сержантами там оно поприятнее будет на пригорок подниматься. Есть еще какие-то артефакты, которые прям очень нужны. Ну вот гем появился. Сейчас можно все точки раздевартить, варды поломать. Ну и, может быть, конечно же, дождаться появления следующего Рошана. Будет намного проще. Так, ну и ПР. Один смок был неудачным. Пытаются тоже подфармывать что-то. Есть мега, блинки, Сэнджин Яшик, Готэм. БКБшки пока нет. Кот тоже с блинком. Может быть, еще один смок проезжать. Да, есть мок. Побежали, побежали. Надо кого-то найти. Но вот главное не найти всю команду на удвижении. Если я найду всех пятерых, то это конец, возможно. Койква. Койква всех спалил. Койква всех спалил, абсолютно, да. Койква находит, правда, также. Койква нажимает Блокенбар. Пытаются уйти. Все-таки цепанули его хроносферой. Но бьет только один пока что. Шир подходит Бигнум. И Дум на Эрай. Эрай, здравствуй. Ну и Готэм. Койква настал. Есть Тан. По крипам поцепил. Надо его бить. Фэндов гад. Явдор живет, просто отсюда уходит, прыгает. Шир на Явдор. Ну это Сапор Чен, успокойтесь. Это Сапор Чен, они не могут убить Явдора. Наконец-то добилили его. Который там весь подхил. Да, вновремя разобрали код Дэма. Бегает здесь у нас сейчас и код. Бигнум, конечно, погибает. Коту нужно сваливать. Через Блинк будет уходить. Долго очень цепляли Пэтрайдера. Пэтрайдер успел поражать БКБ. Хроносферу опять на него потратили. Слишком много ресурсов в себя впитывает Койква. И при этом он еще и в живых остался. Ужасно. Ну и конечно, тогда, когда там, например, заходит код Дэм под ГДС. Представьте себе, 24-ая минута. Свен, мужчина в расцвете сил. Хочет убить всех и вся. Тут встречают на своем пути Чена, который дает раз хил, второй хил. И благополучно от него сваливает. Честно. До код Дэм. Извините, нечестно, но вот так оно бывает. У меня было в early game так вот захидывать. О, сейчас джейфо может стоять, там лосой есть. Джейфо, джейфо, да. А, вы видели ли это джейфо? Да, увидели, конечно, джейфо, джейфо. Есть прыжок. Успел сделать джейфо лип-аут. И живет Блинк Даггер, Хаус Найт. Опять же, сегодня на агрессивный слот. Эра, Армлет, Яша, Блинк, Боттл ПТ. Шикарные артефакты для того, чтобы давить, заходить. Ну и Пэра, Надежда, Надежда. Но мы видим, Девавер каждый файт получает Дум. А по Думам, Райс, ноль импакт уносит файт. Ну, вообще, никакой пользы от него. У него там 110 дэмэджа с руки. Все. А это очень мало. Или может преддождаться, когда Дум будет потрачен к кому-нибудь другого. Но мы знаем, что Кезу шарит. Кезу как бы не будет тратить ультимейт на абы-кого. Дается от Волдов Ауэр и встанет. Так что здесь просто перифарм нужен. Нужна Ринка, нужно еще какие-то итемы. Годем снова оказался. Койква. Койква. Годем, здравствуйте. Годем, здравствуйте. Ну и Годем пытается бить. Не хватает дэмэджа. Нажимается мой лайф. Годем дает стан. Бигнум. Зачем-то сфап. Бигнум пытается уйти. Нормально, сфапом, чтобы ледить, полбигнулись, погибнет. А Годема нужно убегать. Хоть так. Ой, флэмбрэккер убили. Чешир, можно. Таймдлайш надал, но все-таки минус. О, хроносфер, тут тиммейтов-то нет. От них уже, если я там разбил. Там тиммейты далеко. А райс вообще внизу фармит, поэтому лететь не мог помочь. Ну, убили одного бигнума, сойдет. Годем, главное, что вышел. Годем себе купил рестав на БКБ. Мейтсон, о каком-то в линке речи идти не может. Надо БКБ поскорее. Может быть, с БКБ что-то и выйдет. Надеется, опять же, на чудо. На чудо и на хроносферу. Может быть, поможет. Может быть, и нет. Бегают, опять-таки, на утикете. Вообще, по чужой карт, как у себя Тома. Ничего их не смущает. Ну, с другой стороны, последние минут 7, получается, у них не сильное преимущество выросло. Вроде бегают, убивают, но с другой стороны, ЭПР все-таки находит возможность пофармить. Это радует. А Владмерс появился временем у Тома. Убивать его стало намного неприятнее. Да, очень статовые барабаны. Владмерс, Транквилы, Маджик Вент. Близко всему Блинк Дайгер. Кизу имеется. Ну, ЭПР с фармитом Чужие Лиса. Опять же, где можно, там и фармят, где разрешает противник. Потому что противник фармит. Просто-таки Лиса ЭПРов. И Травела появляется ОКО-ЭКО. Травела, Гем, БКБ, Арканы, Блинк, Форстав. Арканы никак не разбирал. Линзу не собирал. Просто взял Арканы, чтобы на линии стоял. И можно было спамить своим напаловым. Не переставая. Годэм, ТП-аут. Годэма здесь не заметили. И ТП-аут вроде как уходит. Опасно. А, там гулял. В трех елках Пятласа. Сейчас что-нибудь там не найдут и не нашли. Ну, с другой стороны, два хороших ворца стоит. Но Диггетти в Чужом Лису. И они сейчас видят перемещение Джейфо и Райза, которые туда-сюда отбегаются. Бегают по своей территории. И вот он, тот самый долгожданный Расшантлен. Но Диггетти. Очень долго они его выжидали. Теперь он возможности сжигать Аегис. И вот уже с Аегисом-то. С новыми крутыми артефактами. Цепл Ладгерса. Слушать одно удовольствие. Какой-то ищет возможность опять кого-то подцепить. Обратите внимание на КДА. Три персонажа у Диггетти играют на ноль. Я имею в дубе смертей. Да, шикарно. И вообще, за 27 минут три фрага сделали ПР. Ну, это немного, скажем так. Да, за 27 минут три фрага совершить. Ну вот, у ГДэма скоро БКБ. Там падает Рошан. И, возможно, скоро будет последний бой. Эти фрага не смогут задефить. Но с БКБ шанс, конечно, будет. Призрачный. Он очень маленький. Его сложно разглядеть. И всех зрителей, которые смотрят, я думаю, мало уже. Даже те, кто болеет за фрага, верят, что белорусы смогут вытащить. Ну, шансов объективно немного. Как нужно поставить хроносферу, чтобы Свен меня убил? Надо поставить хроносферу так, чтобы Свен бил и в Дума, и в Батрайдера, и в Хаус Найта. Это реально? Это можно? Это законно будет? Если это произойдет, то это будет... Ну, это как минимум будет один хайлайтик на Ютуб. Уже хорошо. Ну, такое еще нужно продемонстрировать и осуществить. Это еще нужно заставить на Утликете встать в такую позицию, чтобы их под хроносферой бил Свен. Ну, действительно, сделать будет не очень-то и просто. Еще и стаки формятся команды на Удвижите, стаки, которые там долго. Свен пытался делать с доминатором своим. Ну, спасибо, говорит. Хаус Найт активируется регенерации. И, я думаю, сейчас будет заход. Айгис имеется. Имеется все ультимейты команды на Удвижите. Ну, и ждем шанс для пэров. Уойд ультимейт есть. Эклипс у Дуавара есть. Свен также имеет Блокенбар. Файбэк у него, разумеется, не остается. Возможно, последний файт на этой квалификации. Кто его знает? Потому что, ну, вы видите, армия крипов от Ямзора. Это Дракон, Голем. И пошли. Поддавливают и нижнюю линию. Поддавили немного Эмит. Ну, да, сейчас, конечно же, все в какой-то. И он будет начинать. Он уже файрфлай прожимает. Значит, конечно, выцепить то, образом, к которому. И быстро его слетить, получится или нет. Ну, пока не стали рисковать. Без крипов пока остались. Доудегите. Можно еще немного подождать. Есть грифсы. Кстати говоря, эти грифсы долетели. Тоже хорошо. След файрфлай здесь остался. Конечно, немного приятно. Ребятам СПР отбиваться. Но, тем не менее, пока отбились. Ну, с другой стороны, просто доудегите еще и не решились войти в драку. Да, уходят просто. А, не, слушай, батрайдер дал телепорт топа. Ментально его отменил. Интересно. Решили остаться. Видимо, стрела залетает. То есть, минус тролль для подпила. Ну, Энжи-то делают свое дело. Посмотрите. Так, влевую, уже где-то процентов 30 тавуру снесли. А тем временем пошел ЦК на топ. Растягивают оборону ПР. Доставляют их думать. Готэм, ты пошел на Кизу. Пытаются пробить Кизу. А Кизу-то жив. Выхиливать очень жестко. КТМ просто не пробивает. И свап. Кизу. Пошел, тебе речь, ловцов Вигнам. Оттаскивают подальше. Кизу, перед своей смертью. Да, он, конечно же, дум на от Молду Вауэрс. Пока стоит, ничего не делает. С Катей временем разрушил Тир-3. Приходит сюда Готэм. Нужно сматываться. Размен один в один. Супер хорошо все получилось для Нодикет. Однако, пуш продолжается. Иер остается пока на центральном коридоре. Продзывает свои иллюзии. Готэм, аппетитер, все годы и стан. Стрелы. Стрелы не очень удачные, Джейпо. Пока. Готэм тут застрял в крипах. Надо уходить. Стрела сфера. Неплохая чешир, но дэмэдж. Дэмэдж нужен райс. Имеется ультимейт. Райс ультанул. Убили. Моментальный боевых имеется от Вич Доктора. Пытается подземить Явтара. Райс. Явтар должен погибать. Явтар все еще живой. Чешир таки добивайся райсом. Готэма проблемы. Готэма проблемы. Готэм пытается уйти. Астрал хороший. Залетает кое-кому дальше. Под БКБ с Готэмом. Четыре стака напалма. Да, сжигают. Бараков нет. Бараков нет ни у Свена, ни у Мираны. Бауэр так же закупился в ноль. Но вот Байбэк у него вроде откатился. Так как делали фраги. Но это... Скорее всего ботом падает. Дэфить практически нечем. Эклипса нет. Хрансфера нет. Венга только имеет свалп. Неужели отойдут? Все вроде живы. Башню забрать уйти. Готэм, чтобы быстро вернуться и пытаться продолжить куш. Непонятно. Непонятно. Все-таки все бараки стоят. Даже ни одной стороны не снизили. Три. Снизу и сверху были забраны. Да, пока отходят. И, видимо, не с этого захода. Пока Power Rangers еще в этой квалификации. Они еще держатся. Они еще в бою. Сколько это будет продолжаться, непонятно. Но... Мы еще наблюдаем за этой игрой. В какое-то время. Готоп решили теперь пойти на Удигите. Нужно я обзору восполнить запас всех своих суммонов. Ну да. Неплохой такой. Потому что, в принципе, ПР неплохо повоевали. Согласен, они дали отпор. Они смогли лететь. Да и максимум из возможного сделали вообще. И сейчас, как понимаю, Эра говорит, что окей, без проблем. Раз у тебя много армора, мой друг, я куплю дифуза. С дифузами можно Варкрай будет снимать. И идти и бить Свена. Потому что именно Свена в Варкрайе жил очень долго. Там армора уйма. И КТ много демоджей в себя принимал. Сейчас будет сложнее. Так что будет. Дифуза. Больше я причей не вижу. Потому что я не вижу ничего. Ты гаслов? Или есть другие причины, как думаешь? Да, ну да. Все правильно, все верно. Все еще поможет замедлить. Ты просто ЦК уже каких-то людей отпускать от себя не будет. Гонять, убивать. Снимать. Бав или да бав. Хорошо. Просто суперполезный артефакт. Почему бы и нет? Главное, что он товарища стоит. Кое-ква тем временем бегает у нас и ищет возможность кого-то подцепить. Подцепить-то он может. Только на GF может быть не очень хочется прыгивать. Да и пока тиммейт далековато все же. Здесь поинт тысяч монет, видимо, Чена. Вообще не торопится, но дикитинг. Я даже рискну предположить, что они будут ждать появления следующего Рошана. А почему бы нет? Да, дождаться Рошана. Ну, с другой стороны он фармит Свен. И уже полторы тысячи имеется у Свена. БКБ, Санжьяши. И Блэкенбар. Хоть какой-то урон, чтоб был побольше. Ну ты сейчас залетаешь, ты вроде даже и живешь уже. Неплохо. Но осталось только урон относить. Как и ДС не хватает. Почему? Потому что подхилы очень много. Как у Чена, Грибсей и... Мэйд. Вот как открытый возьмешь, кредит, разок-другой прокмит. Убиваешь. Смотри, что в порядке мы Тенши. Это уже Рыжой Брак подпушили. Неплохо, на 500 хп просто. Сняли. Здоровье. Ну, так потихоньку Чен тоже играет такой вот Red Dot. Тенштов подозвал. Они подпушили. Можно призвать назад. И Койфа полетел. Годдэм. Здравствуй, бигрум. Имеет моментальный слап. И все, тут не прочитали. Ваши силы света на нижней линии. Так, а в мите это Эра? Эра? А там чешский код. Он выйдет внезапно. Хорошо, и выйдет стан на The Rise. Она разворотит и барабаны прожимается. Ставится крона, чтобы пилот пол-два. Все грамотно. Пока, мудайшо. А ну, Эра страдает. Эра очень больно. Суанит Эклипс его, накрывает. И драка будет без, видимо, Эры. Или не будет. Драки пытаются уйти, но Диггет и Хезу ловит через стан. Астрал вот того. Остается до сварта, Сидорена самым гример-кейп его просвечивают. Тут же пилот убивать. Сидорена отправляется в таверну. Поступку убить койку. Койку по КП просто. Пытается уйти. Также давит на пятки к Хезу. Вот Райтер-то ушел. А уйдет ли Хезу? Большой вопрос. Есть у него Блингдагер. Также юзает. Он не продолжается. Трила на сход. Крипа попадает. Хезу все равно замедлен. Блейзер тает от Бигдама. И... Да, не уйдет из Хезу. Его, конечно, долго. Это минус четыре. Это минус четыре. Это команда ПР. Но тут ошибка, конечно. Прежде всего, была от РР. РР прыгнул на один. Не видел, что там есть Бойт. И по деньгам плюс четыре тысячи, плюс шесть тысяч опыта. Но это отчасти камбэк. Возвращается команда ПР в эту игру. Можно еще спушить один башню. Ворошан появляется, но еще не скоро. Ворошана тут. Надо ждать. Из ничего возникают эти моменты. Действительно, из-за ошибок. Но Диггити там остался. Р1 вошел. Думал, сейчас он победитель. Любит соло от Волт Двауэр, его раскатили. Развели, запатили и убили. Катер очень было сыграно, конечно. Ну и шансы-то уже не призрачные появляются в УПР. Потому что денег было заработано много. Еще и Тавр сняли. А если бы еще появился Рошан, сейчас они могли бы и Рошан. Забы. Таймер их не сработал. Да, таймер не самый везучий. Ну вот с вами четыре двести после этого файта в Годен. Может, ты будешь покупать. Четыре двести. Давай ты и Таус. Или, может быть, трапирку? Не-не-не, я думаю, это не стоит пока брать. Может быть, возьмутся, взять и какую-то керасу, опять же. Потому что там очень много физдэмэджа. Тоже хвастается, столько идет. Дум тебя не кастует никогда. А вот физдрон всегда неприятно. Поэтому, не знаю, будут ли играть в Годен вот так вот рискован. Либо пойдет на защиту себя. И то, и другое зайдет неплохо. Ну, вообще берет Блинк. Пока Блинк решал. Дабы инициировать можно было самим. Потому что инициировать-то есть чем. Имеется стрела, имеется свап от линги. Имеется, разумеется, Блинк плюс стан от самого Свена. То есть, мы весьма не дурно. Ну, ПР хотят побеждать. Хотят побеждать очень сильно. Да, конечно, конечно. Кто сдается-то? Еще можно делать камбэк. И не только в этой карте, так и в целом в серии. Что все еще в их руках. Годен будет, да, добираться до нужной цели. Довольно быстро это делать. Что-то Блинк Таггера. Плюс ко всему, он все-таки оставляет себе возможность сделать байбэк. То есть, если бы сейчас он купил себе условно какой-то дейтаус. Что-то еще. Такое дорогостоящее. То без байбэка бы остался. Если одна смерть, то все, игра проиграна. Так остается еще и второй шанс. Ну что ж, ждем мы, что будет происходить. Смог юзайте время на диккете. Ну, поняли, что в лобовую атаку, возможно, сложно заходить. А вот если кого-то выцепить, загулявшего персонажа, например, Ротвол Девавер, и быстро его убить, то принесет определенную пользу. Но пока на Рошана нет. На Рошана нет. Надо идти в другое место. Там только, опять же, один год дэм. На топе фармить. Линкельсфера есть от Девавера. Отличный выбор. Замечательно. Теперь, если я дума об этом не буду знать, то можно будет выиграть немножко времени. Либо вообще дум получить в линку. Ну и в смоках. Пытается найти кого-то Койква. Безрезультатно Синдерена ставит апсвард. Ну, в общем, поставили варды. Чекали всю ситуацию. Никого не видели. Хотя идет год дэм. Год дэм. Опасно. Там имеется чешир в смоках. Выходит Койква. Койква полетел. Подцепили в год дэма. Есть онлайн. Год дэма пока никто не бьет. И врыв есть от Кизу. И неужели дум. И дуб линку. И дуб линку. Кизу закатывал. Полный провал. В итоге минус на Кизу. Может быть, Синдерена. Били вингу. Койква пока ничего не может делать. Ставит дэсвард. Неплохой. Год дэм. Очень много дэм. Также J4 может погибнуть. Пока все живые. Очень сильно побитые. И J4. И у Годэма надо бежать. Сейчас буду плавить убивать. Эра-то здесь остался. Но сейчас плохо П. J4 страдает. Лип проезжал. Пока будет жать. А Эра-то разобрали. Неплохо. Игрон. Теперь стоит хроносферу. И можно Ирайз убить. Но Дики всегда проиграли. Позволили Ирайзу купить Линкенсферу. И как же все поменялось. Как же у них круто все получилось. От Волд Вауэр в итоге. Не будучи в Думе. Нанес 4 700 урона. Тотоносила от Волд Вауэр. У которого есть Линкенсфера. Все, чего не подал Ирайзу в Афиганте. И не знал об этом Кизу. Просто вот Open Линкенсфер. Она была еще не открыта. И только он ее увидел. Но Дум уже был прокастован. Что самое неприятное. Поэтому больше так не выйдет. Это тоже немаловажный фактор. Больше так уже Дум ошибаться не будет. Но они отыграют практически все, что проигрывали. До 7000 графики уходят. Это ничто. И не забываем, что у команды ПР имеется очень жесткий мейкери. Это Свен. Свен, который уже 5000. Позже СНГ и Свен. Какие же вы дикие. Ребята, как же вы просто дарите надежду всему СНГ комьюнити. Да и своим фанатам в частности тоже. Вау. Из ниоткуда. Просто из ничего. Сделали два шикарных замеса. Еще и Рошана будут забирать. И все в их руках. Но дикие сейчас должны быть немного безукоражены. Так подкрять под СПР. Это жесть. И появляется Аегис. Теперь для отволду вауру. Кодем забирает себе сыр. И опять у него огромное количество денег. 5200. Да и все уже при артефактах. Смотришь на Песла с Бойда. И глаз радуется. Потому что огоним. Все, что нужно для инициации он собрал себе. И джейпос с Соларк Крестом. Прям замечательно. Да. Да. Пауу Рейджерс. Ну вот на удвижите уже выиграли эту игру фактически. Был момент. Но после вот этого одного файта, где они ошиблись. Где они погибли. Все. Игра пошла уже не так как нужно. И почему-то на удвижите в один момент, когда они могли уже заканчивать. И они начали фармить. Просто начали фармить. Дожида с Рошана. Это была ошибка. По итогу у Пэр теперь имеется Аегис. У Свена имеется Сыр. И Пэр в эту игру возвращается целиком и полностью. Точно. По графикам нули. По золоту. По опыту уже команда Пэр ведет. И выход с макак. Хейзу здравствуйте. Глимер Кейп Кейзу отправили. Хейзу стрела полетела. Погибает только лишь за кокрыл. И вот уже Пэр начинает сами давить. За долгое время выходят из базы. Заходят за полосу этой речки. И все равно немножко успокоиться отойти. А ну не наглеть. Главное, что иногидит. Сейчас важно, конечно, просто-напросто переждать, когда закончится самая Аегис. Траты против Аегис Сыра вообще невыгодно сейчас. Можно отдать те два. Силы света потратили. Слушай, а сейчас Пэр просто на хайграунд полезут. И глифа здесь нет. И придется принимать бой уже против Аегиса, который и против Сыра. Что есть у КТ Моякова? Пытается, конечно, активно сплитить у нас Пэр. Если МТП, к случаю, вернется. Конечно же, после диффузов новых артефактов у меня не появилось, потому что в драках умирал. Не торопясь, пока Пэр знает, что Аегис еще действует. Будут сносить еще один Тер-2. Снизу, потом, может быть, даже и на топе. Расставляют перед уходом серверы. Очень важные. Будут все видные выходы из-под базы. Ну, видите. Да, сейчас он сделал там по трайтерам и вылетает. Все, Аэра вынуждена возвращаться. И, судя по всему, за Тер-2 готовы драться. Или нет? Уже койко полетел. Первый. Под линкой у нас Свен. Спил линку. Пошло лассо. Тут же пошел отличный от Голд Вауэра Астрал. Кизу залетал слишком далеко. Получает кучу станов. Есть Климеркейп. Кизу пытается уйти. Просветка пошла. Годем включил БКБ. Пытается резать иллюзию. ЦК не пробивает их пока никак. Ставится хроносфера по двоим. А, с ДП шли уже одного. Дум будет жить. Я обзору. Ара. Грейс. На Годем. На Годем. Годем. Прячет его Астрал. Очень более обигнул. По ДП погибает. Чужие прыгает на Явдар. Я обзорубить. Не вышла. Годем. Вгрызается. Синдерена. Синдерена убили. Также минусы на Чене. Койко пытается на Форстафе уйти. По итогу 2 в 1. Неплохой размен. Эгис, как понимаю, до сих пор остается. Да, именно так. Сыр поражали. Но Эгис есть. И байбеки у команды. Отсюда прыгает Годем. Кизу ошибка. Кизу, что ты делаешь? Кизу, куда же ты залетел? Катапульт тут есть. Он прыгнул, есть катапульт. Я не понимаю, зачем. Вот это залет. Это залет, Войт. Просто на минуту в таверну. Ну, не загонишь. Здесь нужно оставаться. ПРМ просто грызть стороны. Разводить на байбек Дума. Потому что суппорта, байбеков здесь нет. А Батрайтер пока с ЦК вдвоем драться не смогут. Пусть по всему нет ультимейт у ЦК. Байбекается Дума. Теперь можно отойти. Вот это, конечно, нервничают, но Дикити. Вот это вот видно, как ручки дрожат. Шикарный, опять же, момент для ПР. Все круто было сыграно. Снесли нижнюю сторону. Развели на байбек и отошли. Круто. Ха, не все так просто. Легкая катапульта для Думбрингера получилась. Ну, вот ошибки за ошибкой. И у ПР все уже очень неплохо. По счету, конечно, не отстают. Но Свен 23 тысячи на Творс. У Свена появляется Моншард. 5 тысяч золота в запасе. Ждем от Гудема что-то еще. Надо Моншард кушать. Может быть, Сатаник. Может быть, выйти и правда в Дейдалус можно. Надо что-то купить, когда мы, правда. Да, вариантов масса. И ладно, ставить опять же на байбек, на случай чего. Ну, избытка у него 4400 голды. Поэтому можно их во что-то инвестировать. Ну что ж, прослеживается у Дума вот эти его конерские зататки. Зайти где-то, закинуть. Надо подсобраться. Кизу, конечно. Опа. Находят и Абзора. Есть храна с Верна на него. И минус Чен. А Чен, на секундочку, купил себе рецепт на Саут Кирасу. Это значит, что? Верно. Значит, у него нет байбека. Ну, рецепт у него был еще и то предыдущей драки. Знаешь, я... Тогда ладно. А байбеку действительно нет. Ну ладно, в любом случае посмотрим. ПР будут заходить на хайграунд. На хайграунд. Под линкой Котэм. ГТС у него готов. 21 уровень. Не готовый, я уверен, встречать сейчас на Удигите. Байбек есть только двух героев по ЦК. И Койквы на Патрайдере. И падает Саут Кир 3 очень быстро. Напомню, что Гриф еще не успел катиться. Бараки очень быстро. Пад ГС был прожат. Койквы. Комментально 2 пошел. Глазно пошло в никуда. Кизу, снова подлавливают. Дум на Гриба закастован. Какая же ошибка от Думбрингера? Это минус. Две стороны нет. Байбека у Дума. Он только-только его делал. Ну и Пэра могут отсюда уйти. Могут пойти сейчас на топ. Потому что тут стоит башня. Как же провально отыгрывают на Удигите последние минут 15. Ой-ой-ой-ой. Абсолютно все. Без исключения Койквы пытаются вырваться. Но моментально Пэра. Реакция. Ястреба. Просто в секунду. Уже готовы были на Койку кликать. Давать свап. Ну и по итогу две стороны пала. И это Свен. У Свена покупается Дейдалус. 22 уровень. Маншарт уже скушал. Дроп от Саегис. И у Пэров сейчас есть реальные шансы побеждать. Они далеко не ушли. Ты посмотри, они разворачиваются. И попытаются, возможно, кого-то подловить. Чтобы прям сразу в трон пойти. Вступление. Да, это, конечно, надежнее. Это проще. Но хотелось нахалявить немного. Нахалявить не вышло. И будут перемещаться на топ. Как тэфить Саегис, вообще непонятно. У ЦК вот сейчас есть 3800. И я не уверен, что ему нужно оставлять деньги на байбэк. То есть от того, что выкупится Эра и останется без ультимейта. Смысла нет никакого. И надо, наверное, все-таки думать о покупке какого-то артефакта за эти деньги. То, что может его сейчас многократно усилить. Только что это за это будет. Может быть, купить БКБ все же. Непонятно. Может быть, Дизоль взять, чтобы пробивать этого Свена. Вообще непонятно, что делать. Ну да, опять же, армора очень много. Армор это главная проблема. Да и Хлоснайт, скажем честно, стал намного слабее, чем он был там минут 15-20. Сейчас Хлоснайт толком никого убить не может. И он не чувствуется. Команда первого не ощущает. Свен теперь реально бьет своим Дейдалусом. И все иллюзии Хлоснайта падают крайне быстро. Ну и... Кодем, забирайте Р2 башню. Остается одна страна команды на УДИЖИТе. И пока что ПР говорят менеджера своего. Приостановите документы, пусть пока не собирают. Потому что, возможно, и мы хотим сами документы пособирать. На филон турнир. И своего менеджера говорят, пока не уходи домой. Рановато еще, работа в день продолжается. Может быть, нам документы потребуется оформить. Хотя им документы, наверное, не нужны. Все же они здесь местные почти. Так. Получается, получается, что немножечко ИГА приостановилось. Почему? Потому что, видимо, ждем появления Рошана. Торопится идти по топ-лейну ПР. В общем-то, наверное, можно было пытаться задавить. Однако это рископ. Но все же. Дет 5 на 5 на чужой территории. А ждут появления следующего Рошана. Входит Готем. Подправляет пока крипмага, чтобы детектить. Ну а что. Фармим, фармим. Райз купил себе в те времена гиперстоун. Да, муншард купить. Оптимальная штука. Опять же, очень быстро будут бить. Хорошая тема. Девавор. Но он купил себе госткептер. Джейфо, лоту сорб. Ну, все нормально. Слокресс, лутерсоп. Лоту сорб. Плюс кардинг риф. Настоящий супер. С кем имеется. Ну, а в те времена, ну, дикие все, отчаянно пытаются отбить. Которые заходят по низу и по миду. Попаются плейпмелу, хизу. Там три подряд не самые удачные смерти. Плюс спайбэк был. Без денег совсем он остался. Артефактов новых не появляется. И обзор все же пытает нафармить себе на салтки раз. И, судя по всему, пока им это не удается. Ну, а это просто-напросто денег. Очень сложно фармить. Да, купил себе саджиняш, кстати, в ЦК? Не купил, а я же была же. Ну, нет. Видимо, курьер повещал, что покупать, а что он будет покупать-то? Нет, ну, провал. Нет, вроде была саджиняш, или нет? Я тоже думаю, что была. Подожди, я что-то завтыкал, что-то увидел, что саджиняш появился. Что он такого сделал? Лисманов авэйженера. Вот так вот. Промахивался. Опа, да. Курьера, перехватить, перехватить получится. Там курьер нормальный, с рецептом на керасове, с талисманом. Есть стрела, есть кот. Как же не хотят этот курьер отпускать? Курьер бедный, курьер находит вэймового. Курьер улетает благополучно. Даже здесь пытались пр подзажать. Оставшись сейчас без двух этих довольно дорогостоящих пунктов. Можно было и встретить. А, вот так. Вот что он делал. Разбирал. Он разбирался энджин яш, потом опять собирал. Вот сейчас опять разбирал, чтобы сделать халп-р тебе. Чтобы свэр не пробивал. И оставил яш. Но яш, понятное дело, в монтастыре. Тоже можно. Процерной, конечно, не рискует. Осталить деньги на пайпек, мало ли. Ну что ж, отошли снова пр. Ждут по-прежнему Рошана. Есть возможность на дигите выйти, раздевардить. Важнейшие точки. Обратите внимание, какое количество сентриков они поставили по карте. Для того, чтобы у пайпек просто не было вижена. Чтобы было мне комфортно заходить. Появляется в чужеском катате времени мультимейт торп. Дальше можно делать, я так понимаю, эфскати какой-то. Эфскати, наверное, слишком сильно будет на фейслос войду. Лучше взять какую-то... Текст нормально, да. Текст нормально. Либо линку еще одну купить сможем. Вполне, я думаю, линку взять две линьки и все. Ну, и Кхиза и так уже старается сам. И эту игру проиграет. Ну, кто его знает. Опять же, Ду может и залететь. Деваор, по-думу, не так силен. Хотя уже даже без своего Эрка Нарбаума бьет больно. За счет пассивок Венгии плюс Лодмерс. Там дамеджа хватает. Ну и Даршана меньше минут остается. Сейчас команда продождется. И тогда самое время будет пойти, постараться завершить данную карту. На которой буквально 20 минут назад мы говорили, что команда на удержите уже победила. И в ПР мало кто верит. Но вот кто бы мог подумать, что камбэк возможно всегда. Ну, поэтому мы эту игру любим. Что камбэки всегда возможны. Нельзя сдаваться никогда. Перник может ошибаться. И Смоук от ПР. Без Рошана. Да ладно. Да они тысячу раз уже зашли на этот Рошпит. Тысячу раз этого Рошана там не появлялся. Даже стрелу кинул джифом. Сейчас появится. Может быть не стоит. И опять Рошан не появился. И вот ПР видно прям вот не терпится им пойти и подраться. Просто чешется, хочется. Где-то колется даже. И тут вперед под Смоками кого-то выцепить, найти. Нет, никого они здесь наверное не находят пока. Но Дикийц отыгрывает аккуратно. Стоят на базе. Ну и вот топ-линия довольно серьезно конечно подпушилась. Надо возвращаться. Ну и Рошан ТП появился сейчас на обратном Ти. Да, да. Сейчас его забрать. Еще ТТП появилось по-моему. Провала, да. Котэм себе сбил. Пошел сюда. Надо же Рошана забрать. И Рошан падает. Литиматик просто у Годэма не будет. Подождать какую-то минуту пока он откатится. И после этого туда тоже заходить. И по-разному закончу. Что бы кладывать? Ломинатор может быть? Смоками решил, что ничего кладывать не буду. Это хорошо. Сыр лежит. Никому не нужно. Собирает ее себе Бигнум. Ну и Бараки под атакой. Барак-то упал. О-хо-хо. Барак-то упал. Правда, Кой-ко. Плюс Дракон в деле. Но это не страшно. Это не критично для Свена, у которого Шислотов спушить в одну сторону вот эту вот пропушить. И это не проблема. Вообще. Да, и мы же не забываем, что все-таки действительно две линии поломали ПР, но при этом одна линия также стена у ПВ Рейнджерс. Поэтому здесь все еще играбельно вполне. Есть, конечно, суперраскачанный годдем с 10 тысячами нутворцев в перефарме от ЦК. Но все может быть. Один камбэк был осуществлен, может быть и с другой стороны камбэка. Поэтому максимум концентрации ПР. Грамотно реализовать все свои сейчас Аекисы, сыры, новый артефакт, который появляется. Все будет. Так, летит Курьеру, но Диггити, наконец-таки, клятся у Чена. Ну, мы видели, как в файтах очень долго этого самого Ябзора бьет, если бьет один годдем или бьет один, например, Бойт. Очень плотный, конечно. Но под хроносферой, там, под аркейнормами, например, тв ауру разваливается, Ябзор быстро. Факт. Что ж, Кезу опять слишком длинно входит Кезу. Ой-ой-ой, а там Курьер, годдем. Ти Керасу просто райт-кликом. Кераса на Керасу, моментально. Моментально. Кезу появится сейчас Шива-Сгард. Деньг на байбек не оставляет, потому что, видимо, еще кулдаун идет. Нет, просто денег не хватает. Ну, так вот, рискнул. Без байбека будет играть, но с Шивой. Что ж, ПРМ. Ну, вот, если сейчас, то когда? Просто все, Лотус, Орп, Ленкинг, Сфера, Солар Крест на годдемо, все вешать в годдемо. И годдем будет АП идти. Не уязвимим Рэмбо. Так вот. И пошел годдемо. Байбек только есть у ЦК. Там уже след фаерфлайр оставляет бой к вам. Было бы забавно. Годем по Толпу Сорбам. Две ленинги. Две ленинги. Поехали. Есть лассо. Годемо увозит подальше. Знает, что у него есть Аегис. Пытается тиммейтер это побочит. А у него нет Аегиса. У Годемо нет Аегиса. Ему нельзя ни в коем случае погибать. Годем живой. Годем очень зельфобит. Остается хроносфера. Койко нажимает рефрешер. Годем. Годем живет. Годем ожирается. Отлично. А доминатора не убивают. Дума. Действительно конец. 2-1. Пэры смогли сделать контакт. В этой драке действительно. Ноут Дикет сделали максимально возможное. Сбили линги. Всякие лоту Сорбы. Ворвались. Годемо отъяснили. Но убить просто не хватило сил. Ну что ж. Пэры. Ну волшебную карту показали. Действительно верят в них сейчас. С Йосенг комьюнити. Потому что могут они компэйчить не только в карте. Но и в серии. 2-1. Только один матчпоинт остался у ребят из Ноут Дикет. Который конечно же они попытаются реализовать в четвертой карте. Ну и Пэры попытаются что-то сравнять. Всякое возможно.